МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфиры интера продолжают подробности с обзором главных нарастей субботы в студии Алексей Лихман. Здравствуйте. Громкий день тишины. Перекрестные обвинения в нарушениях и рукоприкладство на участках. Огни Донецкого аэропорта. Подробности пробрались к украинским киборгам. Его газом и Кремлем не затравишь. Андрей Макаревич спел о том, чего ему стоит поддержка Украины. Сегодня день тишины. Всем молчать, говорит закон. Все и молчат. Но вот то, что молчит, но агитирует, висит. Как, где и кто больше всего нарушает. Подробнее наши корреспонденты из нескольких регионов. Это улочки города Ривне. Ситилайты, билборды, рекламные щиты, столбы. Все пестрит политической рекламой. С этим должны заниматься большие коммунальные службы. Не всюди они поднимали. В принципе, если, например, центр Ривного почистили, то, скажем так, окраины и такие тихие улицы, они залишаются с агитацией. В принципе, это порушение. В Закарпатте, Ужгородский район, в Сулахолмах, Сюрте, Тарновцы, всех и не перечесть, почти на каждом электрическом столбе и остановке фотографии двоих кандидатов в нардепы. В их штабах мы поинтересовались, почему нарушают закон. Ответ предсказуем. Убрать агитацию должны были коммунальщики, рекламщики и власти. Одна из кандидатов подала жалобу в Терезбирком на это нарушение закона о выборах. Были выявлены факты распрощения материалов про выборочную агитацию некоторых окремных депутатов. Мы подаем эту скорость, потому что сами поступаем по закону за честные правила. И хотим, чтобы прошло честные выборы. Некоторые кандидаты хитрят. В Николаеве большинство билбордов сняли. Однако появились новые. Без указания партии, но в хорошо узнаваемых партийных цветах и стиле. Это нейтральное, но цвета, какие-то лозунги наталкивают. Заборы, столбы и деревья на них агитация до сих пор висит. В штабах кандидатов свою вину отрицают. Это вопрос комбинатору, владельцу этой плоскости рекламы непосредственно. Сами кандидаты не обязаны снимать эту агитацию. В том, что агитация все еще присутствует, скажем так, оплошность в большей степени коммунальных служб. А как правило, коммунальными службами управляют те, кто имеет доступ к админресурсу. Красочно и в столице. Станция метро Героев Днепра. Сразу четыре плаката с открытым текстом, за кого голосовать. Что интересно, Виктор Решетняк баллотируется не здесь, а в соседнем Выжгороде. Он мэр города под Киевом. Открытой рекламы там нет, но есть скрытая. Подобные билборды массово появились и в столице. И еще один пример – реклама полка, комбат которого баллотируется на Абалоне. На выбор не влияет точно. Я уже вызначился, поэтому мою думку не сменить. Зря они только деньги тратят. Очень зря. Остались в Киеве и некоторые борды с открытой рекламой. Но главная проблема – небольшие постеры. На многих столбах и во дворах жилых районов они, очевидно, останутся и в день голосования. О том, что такое может быть, наблюдатели предупреждали с самого начала. И вряд ли происходящее можно объяснить какими-то техническими причинами. Алексей Костомаров, Петр Васильев. Подробности – телеканал «Интер». Случай использования админресурса зафиксировали и наблюдатели. В Днепропетровской области под контрольный олигарху и губернатору Коломойскому. Член миссии Европарламента Милослав Ранздоров заявляет, кроме админресурса в регионе есть и факты насилия по отношению к отдельным кандидатам и уничтожению их политической рекламы. Еще там существуют риски для проведения выборов. Они связаны с деятельностью военизированных формирований в Днепропетровской области. Избит за требования выполнять закон. История из Тернопольской области кому досталась и, главное, от кого? Подробнее наши корреспонденты. Травма носа и ушибы по всему телу. Так для сотрудника милиции Александра Моргана закончилась ночь на избирательном участке. Нет, это ни провокаторы, ни тетушки. Ночные разборки глава комиссии замом устроили после звонка милиционера в дежурную часть. Он рассказал, что бюллетени, полученные вокруг коми, вообще без присмотра. Их не пересчитали и в сейф не положили. Кинули мне два пакета, настилка, вот ты бери, охраняй, сели в машину и поехали. Правоохранители перезвонили в окружку, попросили вмешаться. Выволочка руководителям участка явно не понравилась. Заступник зашел первый. Сразу ударил мне в лицо. После того, голова комиссии, я стоял перед стеной, мне доносили в область головы, руками и ногами ударил. Ты, скажи, нас сдал, так не делается. Кто сдал, почему так не делается, и кто с кем был в сговоре, до сих пор непонятно. Милиционер сбежал и вызвал подмогу. Главу комиссии и его зама задержали. От них пахло спиртным, но сами говорят, трезвы были как стеклышко. Сейчас бюллетени в опечатанном сейфе, участок под охраной. Главу комиссии и зама заменили. Что было на самом деле, кто кого прикрывал или должен был прикрывать, кто был в сговоре и с какой целью, это все предстоит выяснить. Если, конечно, правительство и министры в этом заинтересованы. За избиение милиционера задержанным светит до пяти лет тюрьмы. Валерий Камышев, Николай Паскуков. Подробности, телеканал Интер, Тернопольская область. В зоне АТО очень напряженная остается ситуация возле Донецкого аэропорта. Горожане очень напуганы слухами об усилении позиций террористов вблизи этого стратегического пункта. За всем происходящим следит Ирина Баглай. Ира, здравствуй. Правда это или нет, что террористы активизировались накануне выборов? Леш, действительно, Донецк охватила паника. Уже второй день там говорят о скоплении сил боевиков под аэропортом. Якобы ДНРовские группировки готовятся к наступлению. Террористы говорят, что ждут атаки со стороны украинской армии. Но в штабе АТО, да и в самом расположении наших войск эту информацию опровергли. Скорее всего, это просто информационная атака боевиков, чтобы запугать мирных жителей накануне парламентских выборов. Вот трасса Запорожье-Донецк единственная дорога, по которой можно въехать и выехать из оккупированного боевиками Донецка. Ежедневно и по несколько раз боевики ДНР обстреливают крайний блокпост украинской армии здесь, со стороны Марьинки. Как только на дороге не видно автомобилей, наши бойцы понимают, готовься к огню. Вот это очень опасное. На 100 метров разлетается вверх. Ну, при обстреле очень хорошо ее слышно, так что мы заранее пытаемся в бункер заныкаться. Так что калибр я точно не знаю, но хороший такой, мощный. Есть поменьше, Василек, короче, его не слышно. Мы вот, я работаю на том блокпосту, бывало такое, что от нас реально 10 метров приземлялся он, и только было слышно, когда он уже приземлился возле нас. На уровне полевых командиров здесь удается договориться о соблюдении режима тишины, к примеру, с 8-й ротой, как себя называют боевики, которые заняли трудовское. Но вот для оплотовцев никакие договоренности, не аргумент. Я не пойму, твои или Александровские оплотовцы играются, так я не пойму, кто. За что, да. Наши марицы, посадок, посадок, нашим обчаток. Здесь прорывы постоянно, потому что рядом с 700 метров находится Александровка. Они выходили с нами на связь, вот выходили на связи, предупредили, что пощады никакой не будет нам. Воюют здесь, под Донецком, боевики и между собой. Населенные пункты расположены рядом, и почти каждый вечер наши военные становятся свидетелями, как боевики ведут минометный огонь, так сказать, по своим же. Эта трасса – единственная дорога, по которой может проехать гражданский автотранспорт в Донецк. И хочу отметить, по ней фурами завозят и гуманитарную помощь, чтобы поддержать продуктами оккупированный город. Но, как оказалось, в город можно попасть и тайными тропами из Маринки, со стороны шахты Трудовской. Это уже фактически Донецк. Но местные нам советовали не рисковать. Лесополоса заминирована, а из-за терриконов боевики ведут огонь. Вот это здесь забор был. Вот, смотри. Тут солдики были, все поулетало. Вот так. Под обстрелы попадаем. И за день до выборов в освобожденной Маринке ничего не слышали про голосование. Более того, здесь даже не знают, где их местная власть. Нам никаких этого не было, ничего. Ни бумажек, ничего. И вообще никто к нам не приходит, не приезжает. И мы провели свой опрос в городах, которые лишены возможности голосовать из-за военных действий. Эксклюзивный материал, о чем говорит Восток под обстрелами, смотрите завтра в подробностях недели. Леша. Ирочка, спасибо тебе за работу. Будем ждать твой материал завтра. Ну, а прямо сейчас у нас другой эксклюзивный материал. Роману Бачкале удалось пробраться к Донецкому аэропорту. В районе Авдеевки, Песок и Донецкого аэропорта по-прежнему жарко. Давай за танк. Сработала мина, все в укрытие. Боевики обстреливают позиции украинских военных. За своей мы соблюдаем. Так само нас не стреляют, мы не стреляем. Если нам угроза идет, то мы будем отстреливаться. Вот яркая иллюстрация на тему несоблюдения режима тишины. Вот этот снаряд, это система реактивного залпового огня ГРАД. К счастью, он не разорвался, а прилетела эта штука с вражеской территории. Вот в земле приблизительно сантиметров 70. Там боеголовка, а здесь был еще топливный отсек. Ну, к счастью, не сдетонировало. Во время конвоя досталось этому танку 30-й бригады. Осколок угодил прямо в бак. Это миномет, это ГРАД, это все вот эти вот осколки. Он надежнее прятаться под землей в таких норах. Мы идем сейчас, в любой момент может начаться обстрел. Вот это покажите, пожалуйста, и вы увидите. Это тяжелое, то, что пробивает цемент, оно ушло туда более метра. Укреп район украинских военнослужащих. А вот все, кто уцелел из обитателей этой фермы. Эти овечки уже пережили очень много. Но даже в этих условиях сюда пробиваются волонтеры. Эти приехали из Литвы. Очень нас беспокоит, что у ребят большой недостаток. Украина – это фронт Европы. Если враг переступит через него, значит, он завтра будет у нас. Но хуже всего, когда стемнеет. Ну, все, доехали. Я вас поздравляю, друзья. Сверкают трассеры, террористы бьют тяжелой артиллерии по позициям 95-й бригады. 30-я прикрывает танками. Танк едва не перевернулся на обратном пути. И вот почему. Хотя бы он видел на метров сто вперед уже хорошо. Для него это. Куда едет? Ну, вот мы видим, как результат нет, если этих приборов, да? Да, вот такая вот печальная картина может быть. Но, к счастью, танк вытащили. Никто не пострадал. И не знаю, что стало со мной. Хочу воспользоваться моментом, передать привет своим родным, близким. Маме, папе, брату, у которого 28-е день рождения. С наступающим тебя. Жене хочу передать, жене, тёще и дочке нашей, Катюшке. Большой привет. Я скоро буду. Я живой. Роман Дочкова, Владимир Дедов. Подробности, телеканал Интер. Окупированные Донецк и Луганск на связи. Как там живется сегодня? Рассказывают их жители по телефону. Я видел бланк, который распространяется представителями ДНР для того, чтобы пенсионеры, заполняя его, вы просите пенсию о том, что вы хотите получать пенсию от ДНР. Насколько я знаю, пенсия это составляет где-то в районе 1800 гривен. Платится она или нет, это уже второй вопрос. И большое очень сомнение, что она платится, потому что таких денег, судя по всему, у ДНР нет и вряд ли в ближайшее время будет. Свет есть, слава богу, воды нет. Вот морозы сейчас ударили, минус там, да, 4, 5. Честно говоря, тяжело. Так жизнь без воды больше, чем 80 дней уже нет воды. Ну, больше, чем 80. У нас есть Камрот район в городе. Там на почте выдавали вот эту вот пенсию. Вот. Но, ну, как бы, больше никому не выдавали. Только в том районе. Люди, естественно, такие все ждут. Но, честно говоря, я не знаю. Наверное, больше никто ничего выдавать не будет. Многие люди даже не знают о том, что будут выборать. И какая ситуация накануне выборов в Мариуполе и в соседних районах? Давайте узнаем у Эльвины Сеидбулаевой. Эля, здравствуй. Что тебе удалось узнать к этому часу? Прошу. Да, Алексей, на передовой в районе Волноваха вновь слышны звуки тяжелых орудий. По словам батальона Киев-2, начался артиллерийский обстрел мирных поселков. Работает Гаувицы с Доркучаевска до Николаевки и Новотроицку. В районе Павлополя замечена российская техника. Вместе с этим наши бойцы не исключают провокации этой ночью и в день выборов. Попытаются обойти Мариуполь севернее и отдельно со стороны Донецка, со стороны Еленовки, севернее Волновахи. Обойти севернее и замкнуть с западной стороны. Пытаются найти специалистов, которые могут управлять тяжелой техникой. То есть техники там больше, чем водителей. Наши военные сильные духом и готовы отражать атаки боевиков. Но признаются, дополнительная техника им не помешала бы. Пару БТР нам бы очень облегчило. Потом пару пушек хороших дальнобойных орудий. Пару Градов, я думаю, тоже бы помогло. Крупнокалиберные пулеметы. Извините, наше правительство нам дало пулеметы. Но почему-то так случилось, что они не додают. Пулемет дали без станка. В руках пулемет держать невозможно. В штабе АТО заверили, что завтра, в день выборов, наших военных, которые несут службу в Мариуполе и его окрестностях, отпустят, чтобы они могли проголосовать. На это им выделят 4 часа. На посту их заменят коллеги, после чего вернутся на свои места. Работа волонтеров не останавливается. Сегодня нашим защитникам привезли буржуйки. Их пока 16, но обещают еще. Стало намного лучше, темнее. Стало более удобнее. Греет лучше. Волонтеры, люди помогают. Напоследок хочу сказать, что еще вчера у батальона «Киев-2» был приказ уйти с блокпоста в районе Волновахи. Поступил новый приказ, бойцы остаются. Алексей. Спасибо за работу, коллега. Это была Эльвина Сеидбулаева с последними новостями из Мариуполя и окрестностей. Его травят, и не только в переносном, но и в прямом смысле перечным газом. Он же, откашлившись, снова за свое. Андрей Макаревич спел о том, чего ему стоит поддержка Украины. Новая песня появилась в сети сегодня ночью на сайте публициста Олега Кашина. За свою позицию Макаревич заработал на родине звание фашиста, а его концерты регулярно срываются из-за мифических технических проблем. На прошлом и настоящем отныне одна печать. Ах, как неудобен молчащим тот, кто не сумел смолчать. Смолчать не хватило сил, а им-то хватило сил. Ну, что ты распился, милый? Ну, кто же тебя просил? Ну, очень точечные санкции. Польша и Литва запретили въезд еще двум гражданам России. Кому? Давайте расскажет Кирилл Евсеев. Польша выдворила из страны журналиста информагентства «Россия» сегодня. МИД аннулировала аккредитацию Леонида Свиридова после обращения агентства внутренней безопасности. Официальные причины не названы. Дело российского репортера спецслужба назвала секретным. Но влиятельная польская газета выборча ранее писала, глава правительства Ева Копач удаляет без лишней огласки шпионов из страны. Недавно контрразведка уже задержала двух российских агентов. И пресса небезосновательно проводит аналогии со Свиридовым. Для него это, кстати, не первый шпионский скандал. В 2006-м Чехия запретила ему работать на своей территории. И тогда пражская пресса назвала Свиридова агентом российской разведки по журналистским прикрытиям. Теперь наверняка и другие европейские страны запретят ему работать, если туда забросят Свиридова. Своя персона Нонграда появилась сегодня и в Латвии. Там не хотят видеть актера Ивана Ахлобыстина. МИД обвинил его в разжигании этнической вражды. Бывший священник как раз собирался в Ригу. 7 ноября хотел выступить в Доме Конгрессов. Но Латвия расширила свой список российских невъездных артистов. Ранее там оказались Валерия, Газманов и Кобзон, также поддержавшие аннексию Крыма. А вот мэр Риги, Нил Ушаков, русский по происхождению, взял, да и сказал, что ему стыдно за такое решение правительства. Представьте себе, что было бы, если бы мэр Москвы позволил себе такое в отношении того, кого забанили российские власти. Кирилл Исиев, Павел Исенко, Центральное европейское бюро, телеканал Интер. Титушки, Антимайдан, Синяя ленточка – это о Майдане далеком, но вполне в украинском стиле. О революции достоинства под китайскими зонтиками с украинским духом Светлана Чернецкая. Четко по украинскому сценарию разворачивается событие здесь, в Гонконге. В противовес революции зонтиков сегодня собрали Антимайдан. Все происходит в лучших традициях жанра. Синяя ленточка – как символ движения сцена, звезды эстрады с подпеснями, политики с пламенными речами. Помните, как зимой в Киеве на Антимайдане прославляли Беркут за храбрость и мужество? Так сегодня в Гонконге благодарили полицейских за попытки разогнать безоружных студентов. Посмотрите, какую бурю эмоций вызвал призыв со сцены зачистить палаточные городки протестующих. Организатор акции Летиция Ли, известная в Гонконге активистка про правительственных и антидемократических митингов, показывает собравшимся фильм об агрессии студентов и уверяет, дальше будет еще больше насилия. Кадры подобраны тщательно. Студенты действительно выглядят устрашающе. При том, что их вообще сложно в чем-то укрикнуть. Гонконгские протестующие совершенно не реагируют на провокации и ведут себя очень мирно. Все, что мы говорим протестующим, уходите, идите домой, оставьте город в покое. Вы совершенно не приемлете то, за что студенты стоят. Вы не понимаете их? Да неужели то, что они сейчас делают, может обеспечить мирное будущее? Это же хаос. Если они хотят добиться чего-то, пусть говорят с правительством. Они оккупируют улицы и мешают нам жить. Это самая большая сходка гонконгского антимайдана. Собрались несколько сотен человек. Правда, в отличие от киевского, его последователи палаточный городок не обустраивали. Собираются редко и очень уж напоминают украинских бюджетников, которых свозили на правительственные концерты зимой. Аналогии двух антимайданов в Гонконге отслеживает украинская диаспора. Были такие случаи, что людей привозили на автобусах. Были такие случаи, что, например, пенсионеров годовали. Но те, кто выходят на эти антиокюпай, например, на тому же Монгкоку, то все они належат до такого старшего поколения, за роков 60. Судячи с этого, они такого выходят больше незабеспечено, прошарку населення. Сегодняшний антимайдан собрали в нескольких километрах от палаточных городков революции зонтиков, чтобы избежать потасовок. Правда, сложно представить, что эти бабушки и дедушки пошли бы на студентов или же наоборот. Только однажды сторонники власти громили поселения протестующих в начале месяца. Но тогда это были не бюджетники в возрасте, а настоящие гонконгские тетушки. Молодые, здоровые ребята. Местные уверяют, что были проплаченные Пекином бандиты из мафиозных группировок. Но после потасовок 3 октября организованные группы тетушек больше не появлялись. И на контакт с прессой они не идут. Это триады. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер из Гонконга, Китай. Загадочная смерть ведущего юриста Дойче Банка и очередной срыв звезды английского футбола. Смотрите нас. Дальше будет интереснее. Батареи просят огня. Почему замерзает юг Украины? Вашингтонская драма. В Америке подросток снова расстрелял сверстников. Ги-юр – дело тонкое. Религиозные споры могут развалить правящую коалицию в Израиле. Осень со всеми последствиями и национальными особенностями. В стране отапливаются дома во всех регионах, доложили министры. Да вот в квартирах таки холодно, говорят одесситы. Почему так? И как погода может повлиять на выборы? Подробнее Андрей Анастасов. Сложно представить, но еще неделю назад на этом пляже в центре Одессы люди загорали на солнце и купались в море. Сегодня здесь шторм, проморзглый ветер, а на севере области так вообще выпал первый снег. На ближайшие дни в Одесской области объявлено штормовое предупреждение ночью заморозки. До минус восьми, а днем воздух прогреется, лишь до шести градусов тепла. На улицах малолюдно, а в социальных сетях люди возмущены. Наконец поняли, лето закончилось. Вчера был сильный дождь, сейчас просто ветер и холодно. Ну и опять же холодно, потому что Одесса, море, влажность высокая, да, и поэтому как бы вот такое вот. В начале недели одесские власти рапортовали, в связи с резким похолоданием, отопление в домах включат в среду. Сегодня уже суббота, батареи холодные, на улице плюс 4-5 градусов, и чтобы хоть как-то согреться, люди жгут газ. Потому что ну вообще холод собачий, леемся рефлекторами. Чиновники оправдываются, Одесса южнее остальных регионов, и по нормам здесь еще есть запас времени для включения систем. Насколько его хватит и хватит ли вообще, никто не знает. На конец завтрашнего дня все дома в Одесской области будут подключены к теплу. Батареи будут теплые у людей, да. Впрочем, памятуя, как это обычно происходит, люди готовятся к худшему. А на завтра обещают шквальный ветер и дождь. В сельской местности такая погода чревата обрывами линий электропередач, а это значит, что избирательные участки могут быть обесточенными. Но это не должно помешать гражданам проголосовать, так как они желают, а властям обеспечить все возможности для воли изъявления. Во всяком случае, они уже предупреждены и потом не смогут сказать, что было внезапно. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса. Стреляют снова в американской школе и снова погибшие и раненые. Как связаны неразделенная любовь и вторая поправка Конституции США. Подробнее Дмитрий Еловский. Тихий пригород Сиэтла, штат Вашингтон, городок Мэрисю. В обеденный перерыв в местной школе вдруг слышны звуки выстрелов. К сожалению, такое тут бывает нередко. 14-летний Джейлен Фарберг пришел в школу с пистолетом Беретта. Судя по всему, из-за неразделенной любви разнелся на девушку, которая отказала ему свидание. Она пристала жертвой стрелка. Еще четыре ученика оказались на линии огня. Их госпитализировали. За их жизнь теперь борются врачи. У троих состояние критическое. Это было очень-очень страшно. Я никогда не думала, что в моей жизни может случиться подобное. Такое чувство, что все, кого я знаю, в школе могли стать жертвами этой драмы. Уже стали известны подробности о самом убийце. Учителя говорят, юноша положительный, прекрасные оценки, отлично играл в американский футбол, увлекался музыкой, имел много друзей. Никто никогда не замечал с ним какой-то тяги к агрессии. Но уже известно, что родители зачем-то подарили ему ружье на день рождения. Сам Джейлен из индейского племени Тулалипов. Говорят, что недавно у него была ссора с одноклассником на расовой почве. Вообще неизвестно, сколько еще жертв могло бы быть в этой трагедии, если бы не отважная служащая школьного кафетерия. Она попыталась отобрать у нападавшего оружие. И вот в этой возне он случайно и выстрелил в себя от этой раны, он и умер. Последний подобный инцидент, напомню, произошел тем летом, в июне. В соседнем штате Орегон ученик начал палить по подросткам, когда один человек погиб. Политики тем временем продолжают осуждать эти акты агрессии, но запретить продажу оружия пока не могут. Это гарантирует вторая поправка Конституции Соединенных Штатов Америки. И она, конечно, не зыблема. Можно разве что усложнить разрешительную процедуру на приобретение оружия. Но и это пока проблематично. Дмитрий Иловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Вот только вчера мы рассказывали о самоубийстве французского финансиста, который выбросился из окна небоскреба в Тель-Авиве. Как сегодня стало известно о смерти ведущего юриста Дойче Банка. Где его нашли? Какие версии? Все узнавала Татьяна Лагунова. Каладжера Гамбина, ведущий адвокат Дойче Банка, покончил с собой неделю назад. Но о его смерти стало известно только сегодня. Деталей мало известно, что Гамбина повесился в своей квартире в Нью-Йорке на лестничных перилах. Его тело обнаружила жена. Американская полиция практически не сомневается. Адвокат ушел из жизни добровольно. Но вот почему? Пока вопрос. Скорее всего, самоубийство связано с его профессиональной деятельностью. Гамбина проработал в Дойче Банке 11 лет и защищал интересы компании в самых скандальных делах. Например, в связи с обвинениями о возможном манипулировании базовой процентной ставкой на валютных рынках. Судебные тяжбы еще идут, но уже обошлись банку в сотни миллионов евро. За это время он заплатил 6 миллиардов евро штрафов. А вскоре может выплатить еще миллиард. Это не первое самоубийство высокопоставленных сотрудников Дойче Банка. В январе в своей лондонской квартире повесился руководитель отдела по оптимизации рисков и капиталов Уильям Броксмит. Его мотивы неизвестны до сих пор. Тем временем в Германии строят конспирологические версии о причинах смерти Каладжера Гамбина. От тех, кто был в этом заинтересован. И от тех, кто хотел бы знать, что произошло с юристом на самом деле. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Что такое ги-юр? И почему из-за него ссорятся израильские политики? Подробнее Сергей Оуслендер. Евреям не обязательно родиться, но можно им стать, даже если родился, например, китайцем. Для этого существует специальная процедура, называется ги-юр. Она довольно сложная, длится не менее года, но по ее окончании человека действительно могут объявить евреям, что дает ему в Израиле определенные преимущества. Вся эта история с ги-юром чрезвычайно раздражала светских жителей государства. И многие политические партии обещали своим избирателям поблажки в этом вопросе. Например, партия Цепеливни, министра юстиции, продвигала закон. Беньямин Нетаньягу премьер-министр обещал этот закон поддержать. Облегченная процедура ги-юра могла бы позволить многим неевреям без проблем перейти в иудаизм. Но после серии консультаций с лидерами религиозных партий Беньямин Нетаньягу внезапно отказался этот закон поддерживать. Цепеливни назвала его за это политическим трусом, сказала, что будет добиваться своего и без поддержки главы правительства и призвала парламентскую оппозицию срочно объединяться. Моя главная цель – предотвратить формирование крайне правого правительства с религиозным уклоном. К этому я и призываю всех, кто хочет видеть в парламенте другую коалицию без Нетаньягу. Судя по всему, Нетаньягу договорился с ортодоксами о союзе на будущих парламентских выборах в обмен на отказ от поддержки этого закона. Ситуация для израильской политической системы совершенно нормальна. Надо сказать, что засилие ортодокса в государстве становится уже просто невыносимым. Единственная демократия на Ближнем Востоке 21 века в стране, по сути, имеет место сегрегация по религиозному признаку. Достаточно вспомнить ситуацию, например, с гражданскими браками. Обычный человек, который не является евреем, не может просто так жениться или выйти замуж. Он делает это где-нибудь на Кипре или в Чехии, а государство потом этот брак уже признает. Весь этот абсурд существует много лет и нет никакой возможности изменить ситуацию. Религиозные в Израиле очень сплоченные. У них есть свои политические партии, которые широко представлены в парламенте. И провести закон о гражданских браках не удается никак. Свои права ортодоксы отстаивают яростно и в том числе с применением силы. Буквально накануне десятки религиозных жителей Иерусалима атаковали автобусы, забросали их камнями. На машинах была реклама, которая изображала женщин у святых мест Иерусалима, в том числе у Стены Плача. Есть такая организация, называется она «Женщины стены». Она отстаивает право слабого пола молиться у главной иудейской святыни наравне с мужчинами. Для иерусалимских ортодоксов это реклама и эта организация просто как красная тряпка для быка. Сергей Слендер, подробности Израиля. Эбола набирает силы. Лихорадка умертвила уже 5000 человек. Инфицированных вдвое больше. И это только начало пугают во всемирной организации здравоохранения. Мол, к декабрю количество заболевших будет расти в геометрической прогрессии. По 5-10 тысяч за неделю. В первую очередь в Западной Африке. Самая сложная ситуация в Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Вчера ВОЗ сообщила и о первой жертве лихорадки в Мали. Умерла двухлетняя девочка. Зачем топ-менеджер Гугла отправился в стратосферу? Чему научат студентов певицы Риана и Бейонсе? И как исламисты испортили шоколадный бренд? Об этом и многом другом давайте посмотрим в нашем обзоре. Сладости с привкусом терроризма. Бельгийский шоколадный концерн ИСИС в экстренном порядке меняет название. Виноваты в этом террористы из исламского государства. Ведь полное название группировки на английском также звучит как ИСИС. Производители шоколада уверены, что таким образом им удастся избавиться от всех неприятных ассоциаций и подозрений в финансировании терроризма. Отныне бельгийская компания будет называться Либард. Барак Обама довел до слез американскую девочку. Маленькая Ава, ролик с которой появился в интернете, расплакалась, узнав, кто сейчас президент Соединенных Штатов. Оказывается, Ава мечтала встретиться с Джорджем Вашингтоном. Девочка искренне считала, что он до сих пор руководит страной. Когда ей сообщили, что на самом деле этот пост занимает Барак Обама, она не смогла сдержать слез. Увидеть землю со стратосферой. Вице-президент Гугл побил мировой рекорд, прыгнув с высоты 41,5 километров. 57-летний Алан Юстас два часа поднимался ввысь в специальной капсуле, прикрепленной к воздушному шару с гелием. Провел в стратосфере четверть часа, после чего отправился в свободный полет. За две минуты разогнался почти до 1300 километров в час. Парашют раскрылся на высоте 5,5 километров. В общей сложности спуск занял 15 минут, а приземлиться у топ-менеджера получилось аж за 100 километров от места запуска. Марсианская колония на Гавайях. НАСА начала эксперимент в рамках подготовки к полету на Красную планету. Шестерых добровольцев, троих мужчин и троих женщин, поселили в полной изоляции на склоне вулкана. Под куполом они проведут 8 месяцев, а покидать жилище можно будет только по сценарию и в громоздких скафандрах. Реальная миссия на Марс должна состояться до 2030 года. Риана и Байонса помогут студентам изучить идеи феминизма. В курсе афроамерикановедения, который преподают в Техасском университете, появился модуль, посвященный этим певицам. На примере их творчества студенты рассмотрят вопросы сексуальности и творческого самовыражения темнокожих женщин. Они будут исследовать, как в песнях, клипах и публичных действиях Рианы и Байонса выражаются такие аспекты афроамериканского феминизма, как борьба против насилия, экономического неравенства и навязывание стандартов западной красоты. Американский актер Джордж Клуни планирует еще раз отметить свою недавнюю свадьбу с Амаль Амалуддин, теперь на берегу Темзы. В качестве почетных гостей на праздник приглашены родители невесты. Кроме того, на вечеринке будут присутствовать около 90 друзей и членов семьи, многие из которых пропустили свадебную церемонию, проходившую в Венеции. Не удержался. Знаменитый британский футболист по совместительству не менее знаменитый алкоголик снова в запое. Кто же не может без пары рюмок, а кому, кстати, отныне в Британии пить запрещено вовсе, знает Оксана Кундеренко. Пол Гаскоин, он же Газа, он же звезда английской футбольной сборной, он же любитель приключений, сорвался и попал в больницу с алкогольным отравлением. Об этом пишут таблоиды, да и соседи знаменитого футболиста сплетничают о постоянных попойках в его доме. Какое-то время 47-летний Гаскоин был трезв, отвлекался как мог, рыбачил, ходил в зоопарк, но привычка взяла свое и он снова полез в бутылку. С зеленым змеем спортсмен борется давно и упорно, пытался как-то коллекционировать старинный виски, который в итоге сам и выпил. Знаменитые запои газа уже более известны, чем успехи на поле. Шесть месяцев я был трезв, да, шесть месяцев, а потом понеслось, пару рюмок на выходных, какая-то автомобильная авария и вот пришлось ехать в реабилитационный центр. Вот так быстро эта болезнь ломает человека. И чтобы не сломало окончательно, полиция вводит ограничения. В Шотландии в рождественский период пить за рулем теперь ни-ни. Уровень алкоголя в крови не должен превышать 50 миллиграммов, хотя раньше разрешалось 80. Лимит действует только в Шотландии. Как только пересекаешь границу с Англией или Уэльсом, можно позволить себе пинту пива или стакан вина. Шотландское правительство таким образом хочет снизить печальную статистику упившихся на зимние праздники водителей. Одна из десяти смертей в это время происходит по вине пьяных водителей. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Это все на сегодня. Напоминаю, что завтра с 8 утра нас всех с вами ждут на выборных участках. Это очень важно, но я знаю, что вы и сами это понимаете. Ну а в 8 вечера вас ждут подробности недели. Спецвыпуск, посвященный выборам. В частности, вы первыми узнаете результаты эксит-пола, которые специально для вас заказали подробности у ведущих соцкомпаний страны. Хорошего вам вечера и удачного, и главное, мудрого выбора. Субтитры создавал DimaTorzok